Итак, ребят, всем привет! Всех с наступившим Новым Годом! Поговорим о Windows 11 Moment 4 и 23H2, то есть 2023 апдейт. Некие итоги 2023 года. Итак, Moment 4, что у нас нового? Конечно же Windows Copilot, искусственный интеллект, Paint, ножницы и фотографии. Обновленный дизайн проводника еще у нас есть. Начнем с ключевых функций. Windows Copilot, то есть вот он Copilot, появляется в виде такой боковой панели. Он позволяет управлять настройками компьютера, запускать приложение или просто отвечать на вопросы. Данная функция интегрирована во всю операционную систему. Microsoft официально отказалась от Cortana и начала внедрение искусственного интеллекта. Давайте что-нибудь, пункте вопрос, просим. Например, сгенерируем логотип, ну не знаю, какой-нибудь. Давайте Microsoft. Сгенерируем логотип Microsoft. То есть сразу, работа с изображениями. Вот, 3D логотип. О, я его даже сохраню, мне он нравится. Чтобы сохранить, нажимаем на картинку, сохранить изображение как. Вот так вот это и работает. Так, новая тема. Смени фон рабочего. Интересно, сменит или нет. Он открыл настройки нам. Вот, видите? И мы можем теперь сменить картинку рабочего стола. Так, поехали дальше. Приложение Paint. В Paint у нас появились слои. Можно создавать слои. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть, вот. И искусственный интеллект Paint Co-Creator. Так, присоединится к списку ожиданий. Попробуйте Co-Creator. Опишите идею. Угу. Угу. Давайте попробуем. Дом, построенный из листьев. Выберите стиль. Анимация или фотореалистичный. Давайте выберем фотореалистичный. Вот у нас сгенерированное изображение. Вот такие новые функции в Paint у нас. Нажмем не сохранять. Меня это заинтересовало. Я потом еще посмотрю. Предварительная версия доступна уже всем. Ну, а стабильная версия выйдет позже. То есть, сегодня уже 2024 год. Пока что данная функция находится в предварительном просмотре. Это некий искусственный интеллект в приложении Paint. Идем дальше, ребята. Приложение Ножницы. Тоже получило у нас искусственный интеллект. Давайте откроем, например, Яндекс. И создадим изображение. Ну, то есть, сделаем скриншот. Вот инструмент Ножницы может копировать текст с изображения. Вот кнопочка действия с текстом. Выбираем. Можно взять, вот, копировать текст. Можно скрыть текст. То есть, вот, если вам что-то не надо, вы можете скрыть. Если мы текст копируем, мы потом открываем текстовый документ. Давайте откроем создать текстовый документ. И можно просто вставить. На этапе предварительного просмотра, вернемся к Paint. Для просмотра функции Co-Creator потребуется кредит. После завершения предварительного просмотра, Microsoft может изменить систему кредитов. Есть такие мысли о том, что будет взиматься плата за эту функцию. Итак, поехали дальше. Программа архивации данных. Да, у нас появилась программа архивации данных. Мы можем сохранить резервную копию компьютера в параметре приложения папки учетные данные. Создать резервную копию. Если что-то случится с компьютером, мы можем восстановить все данные из копий. Копия хранится в облаке OneDrive. У меня сейчас это не компьютер, а виртуальная машина, поэтому данную функцию показать не могу. В последнем обновлении Windows 11 также появилась поддержка ключей доступа PathCase, метода аутентификации, позволяющего отказаться от паролей и использовать для входа в учебные записи лицо, отпечаток пальца или пин-код. Пользователи могут создавать, управлять и хранить ключи доступа, а также использовать их для доступа к сайтам, приложениям и службам. То есть, как сделала Apple в прошлом году в Mac OS Sonoma. То есть, PathCase есть и на Mac. Итак, далее у нас идет проводник. Да, у нас обновили проводник. Проводник получил обновленный, более современный интерфейс с большими миниатюрами файлов и карусель. Область сведений можно вот выбрать. У нас все сведения будут показываться. Благодаря этим изменениям проводник лучше вписывается в общий дизайн Windows 11. Любители компьютерных игр получают встроенные средства управления RGB освещением периферийных устройств. Эта функция Windows 11, известная под названием динамическое освещение, позволяет управлять RGB-подсветкой с помощью открытого стандарта HIT Lamp Array. Функция Dynamic Lightning разрабатывалась совместно с Acer, Asus, HP, HyperX, Logitech, Razer и Twinkly. Windows будет управлять RGB-подсветкой, мышек, клавиатур, мониторов и даже систем охлаждения без стороннего ПО. Ну то есть, не надо нам устанавливать всякие сторонние программы, все уже есть в системе. Для системных администраторов и разработчиков также подготовлены улучшения. В этом обновлении Microsoft интегрирует облачное ПК Windows 365 в Windows 11. Функция Windows 365 Boot позволяет заражаться на устройство сразу с облачных ПК. А функция Windows 365 Switch позволяет переключаться между локальным рабочим столом и облачным ПК Windows 11. Разработчики получили доступ к DevHome, более простому способу настройки и использования Windows машин для целей разработки. Давайте посмотрим. Это тоже у нас есть. Итак, ребята, главная страница разработчик. Тоже одна из новых функций, специально для разработчиков. Настройка среды разработки, клонировать репозитории, то есть установка приложений. Вот, допустим. Мы хотим создать свою среду разработки. И нам не надо никуда лезть, в другие места. Мы можем установить Microsoft Visual Studio. Вот я на плюсик нажимаю. SQL. Если мы нажмем посмотреть все. Android Studio можем установить. Python. C++. GitHub. Нажимаем далее, и оно все устанавливается. Санимая условия, я хочу продолжить настроить. Нажимаем да, и оно все устанавливается. Хорошая такая среда для разработчиков. Также доступны расширения. Для системных администраторов доступны виджеты. Доступны новые виджеты. Главная страница разработки. Network Monitor. Батарейка. Hard Disk. Быстрое выключение. CPU Check. То есть это все виджеты. С нашего последнего разговора про виджеты очень многое поменялось. Раньше были только вот. Facebook, Messenger, Spotify. Список пополнился, добавились даже игры. Меня радует, что это вот развивается тема с виджетами. Если они будут работать стабильнее, будет еще лучше. Итак, ребята, поехали дальше. Версия 23H2. 2023 Update. С Moment 4 мы с вами закончили. Далее 23H2. В принципе, изменений не так много, как хотелось бы. Отмечу. Новая страница. Главное в приложении. Параметры. То есть открываем параметры. Вот. Рекомендуемые параметры. Персонализируйте свое устройство. Световой режим. У кого есть Bluetooth Wi-Fi, будет еще настройки Bluetooth Wi-Fi. То есть быстрые настройки. Вот такая вот страничка. Далее, что хотелось бы отметить по версии 23H2. Стройная поддержка архивов RAR, 7-Zip, TAR-GZ и других. То есть теперь в Windows 11 не нужен архиватор вообще. Забываем про то, что надо установить WinRAR, 7-Zip. Это все уже не актуально. Улучшение функции передавать на экран также есть у нас. Но я не знаю, у меня сейчас будет или не будет. У меня виртуальная машина. Улучшение Windows Ink для планшетов на Windows. Также хотелось бы отметить улучшенный микшер громкости. Да, вот у нас теперь такой. Сделали микшер громкости. Открываются сразу настройки. Вот у нас микшер. Тут даже можно выбрать сразу, если у вас подключены наушники. То есть вот можно сразу. У меня сейчас наушников нет, поэтому... За 2023 год произошло немало изменений в Windows 11, на дворе 24. О том, что ожидает Windows в 2024 году мы поговорим в следующих роликах. Лайк, подписка, комментарии. Всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok